всем огромный привет и сегодня я снимаю видео по запросу меня просили рассказать о сайте h&m о том как там я делаю заказ вот я собрала вопросики то есть несколько у меня вопросиков задали и я хочу на них ответить сразу не затягивая чтобы снять сразу же это видео первый вопрос это валюта сайта часто мне задают когда просит ссылочку на сайт который заказываю это финская версия и валюта сайта там евро но не стоит рассчитывать что вы умножите просто цену на сайте на курс евро и вы получите вещи по такой цене потому что существует также доставка по финляндии доставка потом до вас какой-то процент который вы будете платить посреднику как вы с ним договоритесь но еще какие-то там могут быть незапланированные расходы у сайта и чем там очень много таких скрытых нюансов которые узнаете со временем как через посредника заказывайте вещи сайт h&m такой вот вопрос мне задали заказываю очень просто то есть посредник зарегистрировал аккаунт для меня на этом сайте и я просто вещи помещаю в корзину там провожу их корзина копится там до определенной суммы то есть она может не сразу отгружаться накапливаю корзину потом на и уходит на почту финляндию посредник забирает там ну то есть я сначала конечно оплачиваю деньги посреднику он забирает там вещи и присылает уже на мой адрес в россии вот так я заказываю не знаю даже что вам конкретно еще сказать если интересует чисто вопрос как все это делать на сайте то я могу снять небольшой такой мини урок если вы решитесь заказывать все-таки вещи как это делать там на сайте все могу вам показать как я нашла этого посредника на самом деле я уже искала кучу посредников всяких через интернет если говорить о сайте h&m то я искала посредника до финляндии я сначала искала посредника с германии и года сколько года лет 99 ой 2009 это сколько лет назад 5 лет назад что ли 5 лет назад в общем осенью 2009 я начала заказывать вещи с немецкого сайта или десятого все таки может быть неужели так давно это было короче получается что пять лет назад я начала заказывать вещи сначала с немецкого но я немного заказала с финского через наших девочек которые тоже волки заказывают потом я начала заказывать сама с немецкого никто на тот момент не заказывал с немецкого сайта h&m вологде я первая начала с него заказывать нашла посредника но дело в том что из германии все посылки идут через таможню и это самое плохое было в данной ситуации то что таможня могла реально просто не пропустить посылку весом 20 килограмм там с несколькими один с несколькими одинаковыми вещами они легко и могли задержать если вас посылки было такое и там же оправдывайся не оправдывайся они могут я не пропустить просто и все отправить обратно и поэтому так вопрос то в другом как нашли посредника как я искала просто через интернет в поисковике в яндексе в гугле в любом вы вбиваете на эти убиваете просто три слова последний посреди германии или посредник финляндии то что вас интересует и там уже вам выдает все все ссылочки и начинаете общаться с этим человеком по его контактам какие он там оставляет электронная почта или может быть даже в контакте очень много в контакте даже есть посредников и уже там этот с ним договариваетесь то есть спрашиваете вообще заказывает ли он с такого сайта принимает ли он заказы сделает ли он вам отдельный аккаунт если вас это интересует и как там все как он отправляет если германия сколько стоит пересылка и все такое и прочее уже там сами обо всем разговариваете и узнаете все нюансы от него если вам интересно напишите мне но какие вопросы вам следует задать сразу же этому посреднику то есть делает ли он вам отдельный аккаунт особенно если вы собираетесь там заказывать много или и не только для себя допустим обязательно нужен отдельный аккаунт сколько процентов он берет комиссии для финляндии я думаю 15 процентов сейчас примерно 15 некоторые там конечно можете найти особенно с англии 0 процентов посредника они потому что там как-то себе ндс обратно возвращают и то есть ндс этот у них является этим процентом и они естественно с вас уже там ничего не берут значит проценты как будет отправлять этот последний посылку вам потому что если вам посредник из германии и из англии скажут что он прохляет только емс почтой это вам будет очень естественно невыгодно и накладно отправлять емс даже по россииМ� стоит очень дорого то сколько но вот стоить из англии там до вас да будет очень дорого чтобы отправлял то есть простой почтой и большие посылки что еще А, ну как вы будете им оплачивать, это тоже стоит узнать, потому что в основном через, если вы из Финляндии, можно найти русского человека, то есть он будет жить просто в Питере и отсылать вам посылки, то вы сможете оплачивать ему на карту Сбербанка, тогда комиссия ваша будет просто 1%, которую вы заплатите за перевод, а если вы будете платить ему через PayPal в Европу, но это тоже принимают не все, так как у них там очень строгие законы, по сравнению с нашими, насчет всех этих платежей и могут просто на подозрение взять этого человека PayPal, либо на его счет в банке, какие там переводы-то, эти Western Union будут невыгодны очень, потому что там большая комиссия, а PayPal 4%, по-моему, около 4%, и через банк тоже примерно можно столько же, ну или может процентов до 10 найти, чтобы перевод стоил, плюс еще проценты по среднику, плюс еще за пересылку, за пересылку, я уж не помню сколько, около 40 евро стоила пересылка, 20 килограмм из Германии, я сейчас не знаю точно сколько стоит это, потому что из Германии очень давно не заказываю, но из Финляндии точно так же и, да, о посредниках из Германии еще хотела сказать, что я искала много раз посредников, первый раз посредники, которые мы нашли, я, еще одна девочка вместе, мы у них заказывали, в итоге мы не досчитались потом вещей от них, это на очень большие суммы, если это были у нее одна посылка на 20 килограмм, у меня парочка посылок на 20 килограмм, это была вообще одна посылка минимум 500 евро, то есть мы потом сильно с ними сели в лужу, но как бы на тот момент было много заказов, и мы могли даже позволить себе такие, как сказать, неполадки, да, вот, так вот я искала, потом искала другого, потом искала еще следующего из Германии, а потом из Финляндии стала, уже думаю, наплевать на эту Германию, буду лучше из Финляндии заказывать, потому что, ну, можно заказать, что из Финляндии все-таки, как происходит оплата, вот я уже вам даже сказала, рассказала об этом, что либо через карту Сбербанка можно оплачивать, если человек этот находится в России, и бывает такой вариант, что даже тем, кто находится не в России, а, к примеру, в Германии, вы делаете карточку Сбербанка или там другую карточку на свое имя, и отправляете потом тому человеку в другую страну, и просто переводите потом на эту карточку деньги, там вообще есть разные варианты оплаты, ну, в общем, я уже про все рассказала, что делать, если вещь пришла с браком, ничего не делать, с этой H&M вам может прийти, вещь с браком приходит редко, хотя мне приходили дорогие, как бы, сапоги замшевые, они стоили около 50 евро, ну, 3000 рублей, если там со всеми этими плюсами, они стоили, и они пришли, такие, знаете, немножечко уже поношенные, на них были сбиты набоечки немножечко, но там было видно, что в них, в общем, ходили, то есть там есть возврат, да, от покупателей, которые живут, допустим, в Финляндии, в этой же, они заказывают в Финляндии, они могут посмотреть на вещи, если им не понравится, то в течение двух недель они отправляют обратно. Такая же возможность есть у тех, кто, допустим, живет в Петербурге, они привозят ее, смотрят, там, да, она пришла с браком, отправляют обратно. Некоторые посредники смотрят на этот, на пересорт, то есть вы заказываете одну вещь, там написано на пакете один артикул, а в пакете может быть совсем другая вещь. Мне так, вместо кардиганов, которые были по 10 евро, мне приходили кардиганов нормальных, женский размер S или M, мне приходили малюсенькие детские футболочки за эту же стоимость. Стоимость, это было, конечно, шок, но мне никто не делал возврата. Никто вам возврат, скорее всего, не сделает. Вам сделает его, если посредник, допустим, у вас в Питере, и если он проверяет эти вещи все на пересорт, на брак, то есть если он там смотрит, на пересорт как он может проверить? Смотрит примерно, да, если вы заказали там платье одной расцветки, он посмотрит на расцветку, да, в пакете, да, та самая вещь пришла, а то вы, может, заказывали красное платье, вам там черную майку положили. Это будет видно, да, если он проверяет, если он не проверяет, то он даже не будет проверять, даже распаковывать посылку не будет. На брак, то есть чтобы проверить на брак, посредник должен не только, да, чисто визуально там посмотреть, он должен раскрыть этот пакет, достать вещи, проверить ее. Но это никто не проверяет, на самом деле, чендем очень редко бывает брак. Вот помимо этих сапог мне приходила еще детская курточка, тоже ношеная, она была запечатана в пакете, но на ней была грязь, и были катышки небольшие на рукавах, было видно, что она ношеная. Хорошо, что я могла оставить ее как бы своему ребенку, то есть постирать, и нормально все было. Но так, да, действительно может прийти, но это уже такой редкий случай на самом деле. В основном все приходит без брака. Брака такого, как на китайских вещах, конечно, не может быть его и чендем, это же такая фирма. Очень хорошее качество детских вещей, замечательная, то есть ее хватит не на одного, даже на второго ребенка хватит, и может быть третьему что-то останется, если носить мало. И цена, в принципе, недорогая получается. Особенно по распродаже, там можно заказать по хорошим ценам вещи. На этом, наверное, все. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я отвечу вам на любые вопросы, если я сама буду знать ответ. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго, пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал.